Есть всего два способа быстро набрать 4000 часов просмотра на ютубе. Первый это сделать так, чтобы больше людей смотрели ваше видео. И второй это сделать так, чтобы эти люди смотрели ваше видео дольше. Но подождите, подождите, прямо сейчас я научу вас делать и то, и другое одновременно. Меня зовут Влад Козыра, я ютуб-продюсер этого и многих других популярных ютуб-каналов. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, не будем терять ни секунды. Поехали! Первое и самое главное, отвлекитесь вы от этих тысячи подписчиков и 4000 часов просмотров. Излишний фокус на этих показателях мешает вам их добиться, как бы не парадоксально. А вот самое первое и самое главное, что вам нужно сделать, это создать небольшую, пускай группу из 20-30 людей, потом 50, потом 100, которые будут смотреть любое ваше видео, независимо от его темы, контекста и содержания. И что для этого нужно сделать? Для этого нужно придумать что-то, что будет отделять ваш канал от всех остальных каналов в нише. Любой более или менее состоявшийся ютуб-канал имеет хотя бы одну отличительную особенность от всех остальных. Прежде чем я начал создавать ролики на Movavi Vlog, я думал, что можно придумать такого, что будет заставлять людей возвращаться именно на мои видео. И те два пункта, которыми я руководствовался, были реальные данные и мой личный опыт. У меня есть личный опыт развития многих ютуб-каналов, и я могу все это подкрепить реальными примерами из практики. И у нас была гипотеза, что это позволит наш канал Movavi Vlog выделить от очень большого количества людей экспертов на ютубе. Это чисто технически выделяет наш канал в нише. Наша информация более подкрепленная, чем информация, возможно, от каких-то других ютуб-каналов. Хотя ко всем я, конечно, отношусь с уважением. Но и способы выделиться намного проще. Кстати, напишите в комменты, почему вы смотрите ролики Movavi Vlog, будет очень интересно почитать. И таких способов выделиться существует огромное множество. На канале, который я продюсирую, называется The Box о технике и гаджетах, это типичный техноблок. Мы придумали прикольную фишку. Это то, что ведущий постоянно шутит и ругается со своим оператором, который находится за кадром. То есть, помимо какой-то технической информации, которая помогает людям выбрать смартфон, мы добавляем элемент юмора. И появляются люди, которые смотрят наш техноблок только из-за юмора. И, следовательно, появляются те люди, которым уже техноблок не так важен. И они начинают любить наш канал сугубо из-за шуток и подколов главного ведущего и оператора, который всегда сидит за кадром. Еще один крутой способ выделиться – это ваш визуальный образ, внешность, одежда и прочее-прочее. Совсем недавно на ютубе выстрелил канал психолога Лины Диановой. Она разбирает поведение различных медийных личностей в той или иной стрессовой ситуации. И, возможно, вы скажете, что это вкусовщина, но для меня ее визуальный образ является очень цепляющим. Один раз, посмотрев ее видео, только из-за внешности я запомню ее контент и запомню ее канал. Поэтому способ выделиться с помощью внешности и визуального образа – это тоже классно. Вашей особенностью может быть и особенность вашей речи. Например, я немножко картавлю на один звук из всего алфавита, но я никак не пытаюсь это исправить, там пойти к логопеду, потому что я занимаюсь ютубом и я понимаю, что для меня это скорее бака, а не фича. Поэтому я очень сильно по этому поводу не переживаю. Если у вас обезличенный контент, контент без лица, либо без голоса, придумайте некого персонажа, который будет вплетен в контекст ваших видео. Это очень выгодно выделит ваш канал на фоне всех остальных. Вы можете сделать фирменные звуки приветствия, фирменные призывы на подписку и на лайк. Все это будет являться единым брендовым образом вашего канала, который будет выгодно отличать вас от всех остальных. Поэтому прежде чем вообще погружаться в этот огромный мир ютуба, запомните – найдите те штуки, которые будут вас отличать от тех, кто уже создает точно такой же контент. Возможно, информация будет идентичная, но хотя бы манера ее передачи должна хоть как-то отличаться. Сегодня все пытаются выделиться на ютубе, и у многих это получается, и точно получится у вас. Ну а сделать ваши видео еще более увлекательными можно, не тратя время на долгое обучение и монтаж в профессиональных программах. Movavi Video Editor Plus 2022 идеально подходит для быстрого монтажа видео. Интерфейс программы очень интуитивный, и в нее входят инструменты и готовые настройки, которые помогают добиваться нужного результата очень быстро. Она работает даже на средних по характеристикам компьютерах, а ее формат годовой подписки позволяет по сниженной стоимости получить полный инструментал и все обновления, что выйдут за следующие 12 месяцев. Набор эффектов уведомления позволит добавлять стильно анимированные текстовые сообщения и окна уведомлений в ваши проекты. Этот набор титров и стикеров пишется в видео почти любой стилистики и точно поможет привлечь внимание ваших зрителей. Годовая подписка на Movavi Video Editor Plus 2022 и набор уведомлений будет доступна со скидкой в 15% по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Воспользуйтесь этим сами, либо поделитесь ссылкой со своими друзьями. Смело используйте промокод при покупке, либо просто переходите по ссылке со скидкой в описании этого видео. Ну и следующий пункт это то, что каждое ваше видео должно иметь цельность. И под цельностью я понимаю абсолютно простую и понятную вещь. Любое ваше видео состоит из четырех составных частей. Первое это обложка вашего видео вместе с названием. Второе это интро вашего видеоролика. Третье само содержание вашего видео. И четвертое это зерно, главный прикол вашего видео, из-за которого его вообще включили. И вот эта фишка и зерно вашего видео должно одновременно находиться в двух местах. Первое это логично на превью и в названии. Ну а второе это в самом конце вашего видеоролика. Да, фишкой и зерном вашего видео является главный вопрос, который вы задаете вашему зрителю на превью. И именно этот вопрос должен прожить у зрителя до самого конца видео. И он должен получить на него ответ, чтобы он остался довольным вашим же видео. И самая главная ошибка практически всех начинающих креаторов, это то, что они забывают про это зерно в первые 30 секунд контента. То есть в интро, во вступительном слове вашего видео. Вы должны понять, что первые 30-60 секунд вашего видео самые важные. Именно в это время, вот как вы сейчас можете видеть на экране, людей выключает ваше видео больше, чем в самом конце. Смотрите, у нас в конце остается где-то 30% зрителей, и в начале у нас отсеивается чуть больше 30% зрителей. Да, то есть самое главное, над чем вам нужно работать, это синхронизировать ваше превью и название, и ваше вступительное слово. Например, вы хотите сделать видео о том, как подключать микрофон к компьютеру, чтобы записывать видео. И начать это видео вы можете, например, со слов «Я решил записать это видео, потому что у меня всегда было очень много проблем с этим. Я сам долго не мог подключить микрофон, и поэтому решил». Нет, все, что вы должны сделать, это сказать, что прямо сейчас я научу вас очень быстро, там, из подручных средств подключать этот микрофон к компьютеру и записывать на него видео. А, легко, Б, быстро, и Ц, там, этот микрофон может купить абсолютно каждый, да, и это подходит и тем, у кого Windows, и тем, у кого MacBook. То есть, чтобы на старте вы отсеивали как можно меньше зрителей. И в то же время, ваше интро должно быть максимально понятным, максимально лозунговым, максимально броским и громким. Чтобы даже самый небрежный человек, который параллельно думает о чем-то своем, смотрит на телевизоре прогноз погоды, щелкает семечки и плюется в потолок. Чтобы даже его вы вырвали на свое видео, а даже если у вас не получится вырвать его из его контекста, он должен уже хотя бы краем уха, словив пару слов, уже понять, о чем будете вы рассказывать в течение всего вашего видео. Поэтому интро это такая штука, которая одновременно должна интриговать, совпадать с вашим превью и названием, и подробно рассказывать про весь путь пользователя, который он пройдет, смотря ваши видео. И наконец, интро должно создавать ценность вашему видео. Если угодно, то интро это такое большое превью, где-то секунд на 20-30. Поэтому не включайте никакую лишнюю информацию, соблюдайте все советы по его качественно-техническому наполнению. Ну а прямо сейчас мы переходим к самому важному пункту, это содержание вашего видео. Содержание видео это главная точка роста для вашего времени просмотра. Самый главный лайфхак, которым можно пользоваться, это делать его чуть дольше, чем оно могло бы быть. Да, то есть, если у вас есть какая-то тема, которую можно раскрыть за одну минуту, например, вы рассказываете про различные чудеса света, и вот есть какой-то там мост в Индии, который очень интересен миллионам людей на Западе, и вы решили сделать такой же ролик на русский язык. Вы ставите на превью, там, этот мост в Индии, там, поражает всех. Ну, например, да, в интро вы говорите, сегодня я расскажу вам про этот мост и какие-нибудь другие чудеса света, которые точно так же в похожей механике поражают людей. Например, можно сделать подборку мостов. И в своем видео вы можете рассказать хоть про десяток этих аквадуков, виадуков и как они там еще эти мосты называются, а в самом конце рассказать про индийский мост. То есть, вот такими простыми приемами вы можете растягивать сам хронометраж, не нанося ущерб перформансу вашего видео, и набирать намного больше времени просмотра, чем могли бы, если бы рассказывали только про вот эту конкретную вещь. Да, очень важно, чтобы все вот эти вот якорные точки, которые вы добавляете главному триггеру вашего видео, так или иначе были как-то с ним связаны, либо помогали вам его раскрывать. То есть, это может вплетаться в общую историю, либо это может быть похожей историей, на основе которой вы ведете человека к самому главному. То есть, по факту, как бы грубо и странно это не звучало, но самое главное в видео, это его триггер, который выражается на превью и в названии, то, насколько грамотно вы этот триггер продаете в первые 30 секунд, а в остальном вам просто нужно аккуратно и не так уж быстро вести этого человека к самому главному зерну вашего видео, которое было на превью, которое вы рассказали в интро и которое будет в самом конце вашего видео. Да, это залог, который поможет фактически любому ютуберу сделать классное удержание на своем видео. Ну и наконец, когда вы дошли до главного триггера, по которому вы вели зрителей, вы должны практически сразу заканчивать и резко обрывать ваш видеоролик, чтобы удержание вашего видео не портилось. Поэтому, когда вы говорите, ну а на этом все, и еще где-то минуты две-три подводите итоги вашего видео, ваш зритель выключает. Избегайте таких слов, как, а на этом все, в завершении хотелось бы сказать, я с вами прощаюсь, мы подводим итоги. Все это может быть только в последние секунды три вашего видео. Вы получите примерно вот такую ситуацию, как на этом видео. Вроде как оно еще не закончилось, а вот здесь мы получаем резкий дроп. Это плохая ситуация, то есть ваше видео досматривает формально только 9% всей аудитории. Это очень плохой знак для алгоритмов. Как должно быть? А должно быть примерно вот так, это когда прямая буквально упирается в последнюю секунду вашего хронометража. Поэтому не пытайтесь попрощаться со зрителем раньше, чем нужно, раньше, чем в последние пять секунд. Ну и самое главное, любое ваше видео должно быть превьюшкой к вашему другому видео на YouTube канале. Что это значит? Вместо того, чтобы очень долго просить лайки в конце, там, не знаю, подводить итоги и прочее, прочее, все, что нужно вам сделать, это порекомендовать и разрекламировать какие-то другие ролики с вашего YouTube канала. Это один из самых действенных способов наладить хорошую воронку просмотров внутри одного YouTube канала. То есть человек, попадая на ваше видео, будет досматривать его до конца, и в конце вы уже рекламируете какое-то другое видео. То есть структура вашего канала, это примерно как и структура всего видео. Какая-то часть заканчивается, другая часть начинается. Точно так же и видеоролики. Когда видео заканчивается, вы должны продлевать сессию просмотра и предлагать зрителю смотреть что-то еще. Этим способом вы можете получать от одного зрителя вместо одного целых два, а то и три, и четыре, и десять просмотров за один раз. Это позволит вам кратно увеличить ваше суммарное время просмотра и набрать, наконец-то, уже эти четыре тысячи. Ну и еще один очень важный пункт, который существует в нашей цепочке, это то, чтобы в конце каждого видео вам было куда адресовать ваших пользователей. То есть у вас должно быть достаточное количество видео на канале, и эти видео вы должны делать регулярно. Да, в одном из прошлых своих видеороликов я сказал, что чистота публикаций не влияет на алгоритмы. Это действительно так. Но не надо понимать это буквально, что надо делать мало видео. Нет, нужно делать свои видео в своем регулярном темпе, приучить вашего зрителя потреблять контент так часто, как вы можете его выпускать. И самый нормальный и хороший уровень публикаций сегодня на ютубе в 2022 году, это примерно два раза в неделю. Конечно, вы можете делать реже, конечно, вы можете делать чаще, но вся суть заключается в том, что чем больше вы делаете этих видео, тем больше шансов у вас стрельнуть, тем больше шансов у вас попасть в рекомендации, сделать вирусный ролик. Тем больше возможностей возникнет у вас, когда зритель попадает на ваш канал, потому что у вас будет не там 3, 4, 5 видео, а 50, либо 100 видео на канале, и он будет попадать в огромную-огромную воронку. И формально, сделав одно вирусное видео на вашем канале, когда у вас лежит уже целая библиотека, вы поднимете свой канал буквально за месяц, а то и за неделю. Поэтому лично я советую поступать следующим образом, не закладываться на то, что я наперу тысячу подписчиков и 4 тысячи часов просмотров. Я советую закладываться на то, что как я сделаю свои первые 30 роликов, как я сделаю первые свои 100 видеороликов, как я начну регулярно набирать тысячу просмотров, потом, возможно, 5 тысяч просмотров, либо 100 тысяч просмотров. Первую и самую главную очередь, о чем вы должны задумываться, это не о величине этих показателей, а о качестве, о том пути, который вы будете проходить вместе со своим YouTube-каналом, и что вообще поменяется в вашей жизни с его приходом. Потому что, когда этого не происходит, очень часто многие начинающие ютуберы, слишком сильно закладываясь на вот эти тысячу подписчиков и 4 тысячи часов просмотров, в тот момент, когда они получают эту монетизацию, они просто выгорают, они не знают, что им делать дальше, они не составляли свой план на дальнейшее развитие. Именно поэтому чаще всего путь у ютубера после получения монетизации заканчивается. И вы должны понимать, что когда вы получите монетизацию, вы от силы будете зарабатывать, ну, полдоллара, может, там, полтора доллара в день. Это все еще очень мало, чтобы эти доходы смогли вас обеспечить. И вы должны четко понимать, что получение монетизации не может являться самоцелью вашего канала. Главной целью, которой вы должны руководствоваться, это как сделать крутую модель создания контента, которая позволит вам регулярно делать много крутых и качественных видео. И вот второй пункт, это именно качество этих видео. Вы должны зацикливаться на том, что вас отличает от всех остальных, почему ваши видео смотрят, почему именно ваши видео будут смотреть, а не какие-то другие. Вбив себе в голову именно эти правила и используя технические параметры цельности видео, которые я рассказал вам сегодня, у вас и получится набрать 4000 часов просмотров и 1000 подписчиков настолько быстро, насколько вы от себя еще, возможно, даже не ожидали. Но если вы хотите узнать больше о продвижении на YouTube, то обязательно посмотрите все эти ролики. Они точно полезные и помогут вам добиться желаемых результатов на YouTube намного быстрее. С вами был Влад Козыра, увидимся в следующих видео. Всем пока!